Нежданно, негаданно после двух лет официальной блокировки Телеграм в России его таки разблокировали. Это, безусловно, позитивная новость для всех здравомыслящих людей в нашей стране. Мы не будем разбираться, по каким причинам его разблокировали, существует много теорий, это не важно, главный сам факт, что Телеграм официально снова разрешен в России. И по этому поводу я решил выпустить еще одно видео о Телеграм на своем канале, когда-то я выпускал общее видео, почему в принципе стоит переходить на Телеграм, а в этом видео мы поговорим о так называемых скрытых фишках в Телеграм. И если вы никогда не пользовались Телеграм до этого или только начинаете им пользоваться сейчас, то я уверен, что от большинства фишек у вас просто снесет голову, они реально очень крутые. Но даже если вы опытный пользователь, который думает, что он знает все про Телеграм, я уверяю, будут некоторые фишки, о которых вы когда-то могли знать, но 100% забыли, например, как я, когда готовился к материалам этого видео. Предлагаю больше не тянуть, потому что сейчас я расскажу от 26 наикрутейших фишек Телеграм, которые делают его лучшим мессенджером из всех, которые только существуют. Первая фишка — это отложенные сообщения, с помощью которой можно отправлять сообщения не сейчас, а на запланированное время. Для этого пишем нужное нам сообщение, нажимаем палец на иконке «Отправить», можем отправить сообщение вообще без звука, тогда оно дойдет без уведомлений, либо же отправляем сообщение позже, нажимаем сюда, выбираем, когда нужно отправить сообщение и в какую дату, и сообщение отправится именно в это время. А если, например, отправить подобное сообщение в избранном, то оно отправится как напоминание и напомнит вам что-то сделать в определенное время. Следующая фишка — если вы будете отправлять собеседнику видео, но выключите звук перед отправкой, то оно отправится как GIF-изображение, которое впоследствии можно будет сохранить в собственную библиотеку. Следующая фишка — это динамические стикеры, как я их называю. Что это такое? Это стикеры, которые обновляют свое содержание в реальном времени. Например, мой друг создал стикеры, которые показывают реальную стоимость акций компании на Мосбирже. Например, давайте посмотрим, пусть это будет компания «Лента», сейчас ее акции стоят 167 рублей, либо давайте посмотрим компанию «Тинькофф», ее акции сейчас стоят 1458 рублей и эти стикеры обновляются каждые 15 минут. Ссылка на этот стикерпак будет в описании под видео. Следующая фишка связана с голосовыми сообщениями. Например, чтобы записать новое сообщение, достаточно просто приложить телефон к уху и начнется запись. Я сейчас не буду это делать, иначе у меня пропадет запись экрана. Но, что более полезно, если вам приходит новое голосовое сообщение, то также просто приложите телефон к уху и оно начнется проигрываться, либо, как делаю я, я начинаю его проигрывание и прикладываю к уху, чтобы все точно заработало. Следующая фишка — одна из моих самых любимых. Например, вам нужно скопировать часть большого сообщения, но если мы его выделим, то можно его скопировать только полностью. Как это сделать? Зажимаем это сообщение и зажимаем текст в этом сообщении, и теперь можно будет скопировать его определенную часть. Следующее — это пропадающие фотографии. Например, вы хотите отправить фотографию на одну-две секунды, чтобы собеседник ее увидел, но не успел заскриншотить. Как это сделать? Для этого заходим в отправку фотографии, выбираем нужную нам фотку, зажимаем палец на «Отправить» и задаем таймер, например, на одну секунду. Теперь, когда собеседник посмотрит данную фотографию, она у него автоматически исчезнет через одну секундочку. Следующая наикрутейшая фишка — это встроенные боты в сообщения. Как это работает? Например, я нажимаю на собаку, ввожу в вид и у меня открывается поиск по YouTube. Давайте я выбью macOS и сейчас мы найдем одно из моих видео. Мои видео — полный обзор macOS и я отправляю это сообщение, не заходя даже в приложение YouTube. То же самое работает и для картинок. Для этого нужно ввести собака, пик и сейчас мы будем осуществлять поиск по Яндекс.Поиску. Например, давайте введем плот. Сейчас у нас отобразятся все фотографии с плотом. Нажимаю и она автоматически отправляется. Но это еще не все. Если я вобью собака в Вики, то я буду делать поиск по Википедии. Давайте, например, введем cat. Вот у нас сейчас отобразится статья про cat. Но даже если я введу кошка на русском, то статья все равно будет на английском языке. Для того, чтобы перейти на русский язык, нужно напечатать wiki, сделать пробел, дальше написать ru. И теперь мы будем делать по РУССКОЙ Википедии. Теперь давайте вобьем также кошка. И вот теперь у нас статья про кошку и еще два встроенных бота. Например, есть бот imdb, пишем imdb и мы можем делать поиск по фильмам. Например, вобьем мой любимый фильм La La Land и сейчас нам выдастся вот его иконочка. Отправляем. Когда он вышел, длительность, директор, актеры и даже можно посмотреть сразу трейлер. И последний встроенный бот – это игры. Давайте вбиваем собака, пишем game, и то есть game.me делаем пробел и сейчас у нас высветятся всевозможные игрушки. Их можно отправлять не только в личный чат, но также и в групповые, тогда там будет соревнование между многими людьми. Следующая необычная фишка, например, вам нужно прочитать сообщение от человека, но при этом вам не нужно палить, что вы его прочитали и вам не нужно палить, что вы заходили в сам Telegram. Для этого вам приходят сообщения, вы увидите уведомления, включаете авиарежим, заходите в Telegram, читаете сообщение, оно заранее прогружается, выходите с Telegram, включаете интернет и ваш слепеседник не будет видеть, что вы прочитали сообщение, и тем более, что вы были в сети. Однако, есть еще и другой способ прочитать сообщение, но там уже будет видно, что вы были в Telegram или пометить сообщение как непрочитанное, если вы его уже случайно прочитали. Для этого на iOS просто зажимаем палец на необходимом чате, видим превью последних сообщений, либо же можем отметить этот чат как новое, чтобы потом его впоследствии прочитать и не забыть. А вот на Android, чтобы посмотреть последние сообщения, нужно зажать палец именно на аватарке собеседника, а чтобы пометить чат как непрочитанным, можно зажать палец уже в любом другом месте. Следующая фишка — это скролл по аудиосообщениям. Бывает так, что люди присылают аудиосообщение по минуте, две, пять минут, и бывает, что ты уже его прослушал, и нужно вернуться в определенную часть. Можно просто проскроллить палец на необходимую нам часть сообщений и, соответственно, перейти в середину, либо уже под самый конец и не тратить свое драгоценное время. Следующая очень крутая фишка — например, вы выбираете, куда пойти вместо А либо вместо Б, и вот не можете определиться, так Telegram может вам с этим помочь. Для этого просто нужно отправить смайлик с кубиком, вот так вот он выглядит. Отправляем его, и произойдет анимация, где выпадет любое рандомное число от одного до шести. Соответственно, вы можете загадать либо четное, либо нечетное число, либо какое-то одно из одного до шести, и так вот решить какую-то свою проблему очень прикольно. Следующая фишка — это модификация текста, либо, если по-умному, марк даун. Как это работает? Например, вам нужно сделать часть сообщения жирным, для этого выделяем нужное нам слово, нажимаем на стрелочку, вот у нас появляются инструменты работы. Мы можем сделать его жирным, курсивом, моношириной, зачеркнутым, либо можем даже сделать ссылочку сразу в тексте. Ссылка, вводим какую-то ссылочку, .com, готово, и ссылка вставится в нужный нам текст, и так можно разнообразить свое сообщение, особенно если вы пишете его в телеграм-канал. Следующее — это временное отключение уведомлений у определенного чата. Так бывает, что нужно выключить уведомления, например, на час-два, вас начинает спамить, но вы не хотите отключать уведомления полностью, в общем, такое бывает. Что нужно сделать? На iOS для этого заходим в чат, нажимаем на иконочку с чатом, нажимаем на уведомления, и можем не беспокоить один час, день, два, либо вообще выключить их полностью, если у нас конкретно достали. На Android можно сделать то же самое, либо из контекстного меню, когда мы сжимаем чат в списке сообщений. Следующая очень крутая фишка, например, вам нужно отправить очень старое сообщение из телеграм-канала, либо нужно его как-то сохранить на долгое время. Так вот, как это вообще сделать? Все очень просто — у каждого сообщения в каждом телеграм-канале есть собственные ссылки. Для того, чтобы получить ссылку на сообщение, достаточно нажать на значок «Поделиться», скопировать ссылку, отправить ее куда угодно, и человек попадет именно в это сообщение, будь самым последним, либо самым первым в телеграм-канале. Кстати, если вам интересна моя деятельность, то можете подписаться на телеграм-канал, там я иногда постчу некоторые мысли, бэкстейдж-канал, да и в принципе видео будет сложнее пропустить, если YouTube вам его по какой-то причине не выдал в рекомендациях. Следующая необычная вещь, я думаю, все знают, что можно редактировать отправленный текст в телеграме, например, вы сделали опечатку, отправили что-то не то, в общем, можно его отредактировать, при этом сообщение останется. Но знали ли вы, что это также работает и с мультимедиа? Например, вы отправили фотографию, так вот, чтобы ее не удалять и не отправлять заново, до этого просто зажимаем, нажимаем «Изменить», нажимаем на иконочку «Заменить», выбираем новую фотку «Отправить» и с фотографией изменится, при этом дата и время сообщения останутся прежними. А также, что касается фотографий, телеграм – это не просто мессенджер, это еще и очень мощный фоторедактор, не во всех фоторедакторах есть подобные функции. Выбираем нужную нам фотографию, нажимаем «Кастомизировать», здесь, как обычно, есть авто улучшение, причем работает, кстати, очень неплохо, я пробовал на некоторых плохих фотографиях. Яркость, контрастность – это все понятно, есть еще также изменение теней, например, сделать их определенным цветом, либо выделение, есть еще и размытие, давайте, например, все, теперь задний фон у нас немножко размыто, ноутбук, как видите, он находится в фокусе. Также есть кривые, что вообще офигенно, можно светлые тона, либо темные тона вот так вот редактировать, работает все очень хорошо. А также, помимо всего вышеперечисленного, можно изменять соотношение сторон фотографий, его градус наклона, как оно отображается, зеркально, не зеркально, но еще можно на нем и рисовать, и накладывать определенные стикеры, например, давайте сделаем из Зеленского, выйдет сюда разбейник. В общем, очень много места для фантазии. Следующее, я думаю, многие знают, что можно отправлять в избранные мелкие файлы, фотографии, ссылки, гиф изображения, музыку, да вообще, в принципе, все, что угодно. Но знали ли вы, что здесь также можно отправлять файлы до полутора гигабайт включительно? Таким образом, если вам нужно передать файл с одного устройства на другой, то отправляете его в Telegram и скачиваете на другом, потому что Telegram доступен на абсолютном большинстве платформ, поэтому многие его используют как передатчик файлов, типа того. Следующая фишка — это полноценная интеграция Telegram в сервис IFTTT. Это тот сервис, который связывает какие-то приложения между собой. Например, вам приходит сообщение в Gmail и автоматически отправляется сообщение в Telegram либо в Twitter. В общем, куда угодно. Все зависит от фантазии. Если вам интересна подобная оптимизация, вам нужно как-то ускорить некоторые процессы, то заходите на IFTTT в Telegram. Ссылочку также оставлю в описании. И смотрите, что здесь можно делать. Например, можно, когда ты постишь фоточку в Instagram, она автоматически отправляется в какой-то чат Telegram, например, в ваш Telegram-канал. То есть возможностей здесь очень-очень много. Перечислять бесполезно. Заходите, смотрите сами. Следующая фишка — это трансляция геопозиции. Например, вам нужно с кем-то встретиться, и человек уже на месте, но не знает, где вы все время спрашиваете, когда же вы придете. Так вот, отправляйте ему трансляцию геопозиции, и он точно будет знать, где вы находитесь, и будет меньше переживать. Для этого нужно вызвать меню, нажать на геопозицию, и нажимаем «Транслировать мою геопозицию». Можем трансировать ее 15 минут, час, либо вообще целых 8 часов, если вы передвигаетесь в каком-то длительном времени. Например, ребенок транслирует вам свою геопозицию в течение всего дня, если вы о нем как-то переживаете. Следующая фишка — это уникальные уведомления. Например, вам нужно получать определенные звуки, когда вам пишет какой-то человек, либо вы подписаны на какой-то Telegram-канал, где пишут очень важные новости, и когда приходят определенные звуки, то вы знаете, что это точно новости с этого Telegram-канала. Для этого заходим в «Настройки», «Уведомления и звуки», нажимаем «Уведомления о сообщениях», либо «Уведомления о чатах», либо «От каналов». Дальше заходим в «Исключения», «Добавить исключения», выбираем нужный нам чат и ставим определенные звуки сообщений для этого чата, собеседника, либо полноценных Telegram-каналов, и все будет работать прекрасно, и вы будете понимать, кто вам когда пишет. Следующая фишка — это поиск сообщений в общем чате от определенного человека, либо за определенный день. Для этого заходим в «Общий чат», нажимаем на «Поиск», и вот слева в нижнем углу у нас высвечивается «Календарик» и «Пользователи». Нажимаем на «Пользователей» Слава Горбатенко, и вот я пишу подобные сообщения. Вот, можно их сразу посмотреть в таймлайне. Либо же, если вам нужно найти, что писали в конкретную дату, сообщений очень много, то нажимаем на «Календарик», выбираем, предположим, 22 июня «Поиск», и вот в этот день писали подобные сообщения. Следующая фишка — это поиск сообщений по определенному содержанию, если вы используете там теги. Например, давайте зайдем в канал «Cut the Crap», давайте выберем пост про «Ведьмака», вот у меня оставили хэштег «The Witcher», нажимаем на него, и теперь мы можем перейти ко всем сообщениям о данном фильме, тем самым посмотреть хронологию новостей о данном сериале, что когда появлялись новости и так далее и тому подобное. Очень крутая вещь, рекомендую. Следующая фишка — например, вам стало как-то скучно, вы ищете новые знакомства, вы у дома у себя, на вокзале, в аэропорту, в общем, всякое бывает. Лично я интроверты таким не занимаюсь, но, возможно, вы экстраверты, вам это по приколу. Заходим в «Контакты», нажимаем «Найти людей рядом», и «Телеграм» покажет всех людей, которые находятся рядом с вами, если у них включена геолокация, и тем самым можете найти себе новых друзей. Следующая фишка — это веб-видеосообщения. Например, у вас есть какой-то свой «Телеграм-канал», и вы часто постите туда видеосообщения. Так вот, чтобы их видели люди не только с «Телеграм-канала», но вообще где угодно, для этого заходим в «Ваш канал», нажимаем «Поделиться», скопируется ссылочка на это сообщение, после этого заходим в браузер, переходим по данному адресу, и тем самым увидим это «Видеосообщение», но уже не в самом «Телеграме», а вообще где угодно, тем самым можно как-то передавать «Видеосообщение». Следующая нереальная вещь у «Телеграм», которая позволяет создавать статьи в интернете и потом их куда-то опубликовать, даже если у вас нет сайта — это «Телеграф». Переходим на сайт «Телеграф», здесь сразу можно задать заголовок статьи, от кого она, если связать «Телеграф» с «Телеграфом», это я покажу чуть дальше, написать нашу статью, ставить картинки, вообще все что угодно, опубликовать, и данная статья получит определенную ссылку, с которой можно будет поделиться где угодно. Но также можно зайти в бот «Телеграф», в самом «Телеграф», он, как называется «Телеграф», создает здесь свой аккаунт, привязать сайт к вашему аккаунту, и статьи будут публиковаться от вашего имени, также вы будете иметь к ним полный доступ в истории, как-то связывать их, тем самым можно получить свой небольшой сайт, состоящий из статей, и если вам нужно публиковать какие-то инструкции, но вы не знаете где, пишите их в «Телеграфе», постите где угодно между своими сотрудниками, и тем самым все будет работать очень хорошо. И последняя фишка, вставив ее чисто по приколу, «Телеграф» можно сделать не только мессенджером, не только редактором фотографий, но также еще и почтовым клиентом. Есть полноценный бот, называется GmailBot. Заходите в него, связывайте свой Google аккаунт с ним, все работает официально и без каких-либо проблем, и после этого все имейлы, которые приходят на вас в Gmail, будут приходить сразу еще и в «Телеграф». Например, вот мне пришло сообщение от Google, как видите, в Gmail он у меня сейчас не прочитан. Помечаем его как прочитанным. Теперь давайте зайдем в Gmail. Все, оно пропало как прочитанное, то есть работает все очень быстро, синхронизация хорошая. Поэтому, если хотите как-то использовать «Телеграм», как еще и «Email почтовик», то почему нет, пользуйтесь. Ну что ж, надеюсь, что я вас не слишком загрузил, реально постарался отобрать самые крутые фишки, которые я только смог найти. Также есть, кстати, специальный сайт со всеми обновлениями «Телеграма», я его также оставлю в описании. Можете зайти туда и посмотреть, что когда вышло, и может быть найдете там для себя что-то интересное. Ну и в принципе, если вы пользуетесь «Телеграмом», пройдитесь по всем настройкам, я старался брать оттуда минимум функций и рассказать только про самое интересное в самом интерфейсе. Поймите, что там можно отрегулировать, что можно выключить, там тоже очень много чего интересного. И в принципе, если ваши родственники до сих пор пользуются WhatsApp, Viber, то посмотрите вот это видео, также можете им его отправить. И возможно, вы их убедите перейти в «Телеграм» на светлую сторону. Как сказал Паша Дуров на одной из конференций. Надеюсь, друзья, что это видео вам понравилось и было полезным, что-то вы будете использовать дальше в своей деятельности. Ну и в принципе, если я что-то пропустил, связанное с интерфейсом, а не с настройками, что-то интересное, то пишите в комментариях, мне будет реально интересно почитать. Ну и увидимся в следующих видео, всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok